Судья Николай Распопов не стал автором судебной революции. Только что Вельский суд отказал Платону Лебедеву в досрочном освобождении. Основной довод судей Лебедев в преступлении не раскаялся и вел себя все эти годы за решеткой плохо. Основное внимание Распопов обратил на характеристику из Вельской тюрьмы. За месяц, который там провел Платон Лебедев, он успел поругаться с сотрудниками колонии и без должного уважения отнесся к тюремной робе. О нереализованных надеждах наш коллега Александр Медведев. Саша. Добрый вечер, коллеги. Сейчас мы можем вспомнить главные события последних двух довольно напряженных дней. Накануне суда казалось, что неожиданности быть не должно, но и не случилось. Суды над Платоновым и Лебедевым и Михаилом Ходорковским заканчиваются одинаково. Но поначалу в Вельске дело пошло не так, как обычно. Журналисты сразу это почувствовали. В первый день судья Николай Распопов принимал ходатайство защиты, приобщал все ее материалы к делу и вообще ввел процесс как-то мягко. И ключевым моментом слушаний стали как раз вот эти характеристики. Сначала Распопов дал слово защитникам, в числе которых оказалась, например, актриса Наталья Фатеева. И вот, что она говорила о Лебедеве на суде. Латон Леонидович человек, которого невозможно не преклоняться перед ним. Чувствует в него невероятное уважение и преклонение за его мужество, за его стойкость, за то, как он провел эти чудовищные 8 лет. Незаслуженно и незаконно осужденный человек, который оказался просто заложником в деле Ходорковского поначалу. Потому что нужно было запугать Ходорковского, еще не решались его арестоваться. Нужно было его запугать. Я одно слово говорю, запугать для того, чтобы выдавить его из страны в эмиграцию. Потом суд принял положительную характеристику из матросской тишины. Ну а во второй половине дня свою оценку Лебедеву давало руководство 14-й колонии. Это вчера все происходило. И выступал Анатолий Корсунский. И вот вы его сейчас можете увидеть. Господин Корсунский предложил оставить Лебедева под стражей. И главными аргументами стали как раз те самые два дисциплинарных высказания, которые были сделаны заключенному во время двухнедельного карантина. Первая провинность – потерянные личные вещи. Пока Лебедева возили в СИЗО в Архангельске, они оставались в колонии. Когда Лебедев вернулся, кое-что пропало. Штаны, например. Если заключенный не следит за штанами, он должен сидеть полный срок, считают, в колонии. Второе взыскание звучало серьезнее. Якобы Лебедев был груб. Курил в неположенное время, в неположенном месте. А потом, когда ему сделали замечание, еще и дерзил. Называл сотрудника колонии на «ты». Лебедев заявил, что это тоже ложь. Сегодня судья Николай Распупов сначала отказался принимать характеристику из колонии. Но выяснилось, что дело не в ее содержании. Документы просто были неправильно оформлены. Вместо печати колонии стояла печать прокуратуры. После обеда ошибку исправили, и характеристика была принята. Нам прокомментировал это решение адвокат Лебедева Владимир Краснов. А на самом деле пытался представитель колонии приобщить документы, якобы подтверждающие, что Лебедеву был объявлен устный выговор. И возражала защита против этого не по формальным причинам. Не, мол, не те печати. Нет. На самом деле неустранимая противоречия в этих документах или противоречия закону в этих документах заключалась в том, что в нем отсутствовал самый главный документ или единственный даже документ, который мог бы, безусловно, подтвердить наличие взыскания. Это постановление начальника исправительного заведения о наложении такого взыскания. И закон однозначно требует вынесения именно такого документа. Ни в первом пакете документов, ни во втором, который судья Распопов удовлетворил, этого документа не было. Ну вот за эти последние два дня Платон Лебедев успел получить... Еще не было известно, что с ним произойдет, а он уже получил три предложения от родоустройства. Одно поступило от Томской медиагруппы, и она обещала должность заместителя директора по экономическому планированию с окладом в 35 тысяч рублей. Другое было от брата Виктора. Он собирался найти для Платона Лебедева место в международной кампании связи. Ну и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, выступавший в суде, позвал к себе на работу. Вот что он говорил. Я знаю, что вы будете учитывать, в том числе, такой неполноважный фактор при принятии своего решения по условно-досрочному освобождению, как трудоустройство после выхода по условно-досрочному освобождению Платона Леонидовича Лебедева. Я хотел бы вам и уважаемым коллегам, если это возможно, показать, это вот рабочие места, рабочие места к Платону Леонидовичу Лебедева. Это я вам не в табличку своего кабинета, в вашу честь. Вот она, так выглядит, извините, в дороге немного поймут. Свой вопрос, если вы, пожалуйста, вы не дадите мне контракт. Я не в качестве свидетеля, поэтому никогда не обняли. Они добавили за вопросы, мне правильно задавали. Я уверяю, что у господа адвокатов есть контракт, подписанный редакцией коллегии и акционерами редакции по предложению Лебедева Платона Леонидовича работы экономического обозревателя газеты. Ну вот как бы трогательно все это не выглядело, предложения эти никак не подействовали на судью. Но, тем не менее, сегодня в конце судья Распопов сказал, что адвокаты Платона Лебедева могут подать апелляцию в Архангельский областной суд уже завтра. Коллеги. Спасибо, Саша. Александр Медведев о решении Вельского суда. Я чуть добавлю, здесь приходят подробности заявления в суде, которые сделал сам судья Николай Распопов. Потрясающие формулировки, которые хочется процитировать. Оглашая решение, судья сказал, цели, назначенные во двумя приговорами московских судов наказания, Лебедев еще не достиг.